Всем привет! Вы на канале ОАТ. Этот небольшой ролик из цикла как это работает. Расскажем о производстве автомобильного воздушного фильтра. Штатный или родной фильтр на все инжекторные автомобили лада или у вас производится на заводе мотор супер и сегодня пройдемся по всей производственной цепочки от начала до конца. Погнали! Технологический процесс состоит по большому счету из двух этапов. Создание гофры, фильтра непосредственно самого и основы для фильтра, жесткая основа для фильтра. Гофра фильтрующего элемента делается из вот таких вот желтых рулонов, фильтрующий элемент и качество фильтра определяется качеством этой бумаги. Бумага в дальнейшем проходит несколько этапов. Через разматыватель попадает под нагревательные лампы, проходит тиснение, нанесение клея, формируется непосредственно сама рабочая гофра и после порезки уже отправляется на заливку пластиком. Интересно, что средневазовский движок съедает примерно 100 килограмм воздуха в час. В год это уже 50 тонн. При такой эксплуатации в городе ваш фильтр соберет до 50 грамм пыли, а если вы ездите на дачу, за город или просто по пыльным дорогам, то фильтр столкнется с нагрузками 150-200 и более грамм пыли. Поэтому качественный фильтр начинается с качественной фильтровальной бумаги. При производстве фильтрующих элементов на заводе Мотор Супер используется немецкая фильтровальная бумага H&B. Чтобы полоска фильтровальной бумаги превратилась в гофру, в сердце нашего будущего фильтра, ее сначала разогреваю, делая более мягкой. Технологи регулируют температуру нагрева в зависимости от температуры в цехе, подбирая наиболее оптимальный режим. Разогреть таким образом бумага, проходят волки тиснения, ну а после этого уже на край края наносятся полоски клея, которые далее фиксируют сложенную готовую гофру в сжатом состоянии. Интересно, что ширина фильтровальной бумаги 20 см. На один фильтр уходит ровно 6 метров, 33 см и 6 мм бумаги. Бумаги. Каждый фильтр состоит из 66 гофр, причем рабочим из них являются только 60. Три гофры с каждой сторон заливаются укладительным материалом и не работают до меньших. В итоге общая эффективная поверхность фильтра равняется примерно 1 квадратному метру. Количество гофр, не уставая, считает лазерный датчик. Отсчитав очередные 66 гофр, резак растекает ленту на равные части. В результате имеем готовый полуфабрикат первого этапа производства. После обрезочного стола подготовленный фильтрующий элемент помещается на тележку, которая едет на второй этап производства. Идем дальше. Вот он наш готовый воздушный фильтр фирменной упаковки УАТ. Но чтобы наша гофра с первого этапа производства превратилась в фильтр, необходимо сделать рамку из пенополиуретана. Посмотрим, как это делается. Оператор наносит на нижнюю и верхнюю полуформы специальный смазочный материал. Нижняя полуформа помещается под заливочную головку. Она заполняет канал формы смешанными компонентами полиуретана. В форму вкладывается армирующая решетка, которая придает вашему фильтру жесткости. Вкладывается фильтр и накрывается верхней полуформой. Такой алюминиевый пирог с начинкой из фильтра отправляется по транспортерной ленте в камеру. Алюминиевый пирог с начинкой из фильтра. После нее оператор открывает форму, проверяет качество полученной пенополиуретановой рамки, ставит штамп завода-изготовителя и дату производства. Абсолютно все автомобили семейства Lada Kalina, Lada Priora, Niva 4x4, Chevrolet Niva Jam Autovaz, а также все автомобили главного конвейера Autovaz оснащены фильтрами Мотор Супер. Вот в такой упаковке наши фильтры поступают в магазины. И когда приходит время менять фильтры, лучше, конечно, менять штатный на штатный. Всем спасибо, удачи на дорогах, счастливо!